Российско-австрийский форум «Сочинский диалог» проводится впервые по инициативе президента Владимира Путина. Об этом главы двух государств договорились еще в июне прошлого года, во время рабочего визита российского лидера в Вену. То, что Сочи проводится в форум, не случайность. Олимпийская столица все чаще является площадкой для больших политических переговоров. К сочинскому диалогу приступили с самого утра. На открытии форума участников поприветствовал министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсель и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава МИД Австрии делится впечатлениями. В Сочи она впервые. Несмотря на деловой тон ее визита, она даже нашла время окунуться в Черное море. Мягкий климат и теплое кубанское солнце только располагает к диалогу, признается Кнайсель. Я поздравляю вас всех с началом нашего бизнес-форума в Сочи. Эта встреча направлена на диалог в целях укрепления взаимодействия между деловыми кругами России и Австрии на благо взаимного понимания. Первый российско-австрийский форум посвящен вопросам развития экономики, спорта, межвузовского сотрудничества и науки, а также искусства и культуры. Для Краснодарского края большая честь стать площадкой для встречи двух стран, отметил глава Кубани. Губернатор уверен, что именно в режиме диалога сегодня должны выстраиваться взаимоотношения в любой сфере. Рад приветствовать вас в Сочи. Это не только олимпийский город, это сегодня современнейшая спортивная, культурная площадка, но также площадка политическая. Открытый, честный диалог, который, я уверен, уже начался в рамках форума сегодняшнего, он будет способствовать консолидации общества, в том числе и отношения между Австрией и Российской Федерацией, конечно, Краснодарским краем. Кстати, при участии австрийских компаний строилась инфраструктура Олимпиады 2014 года. Надеюсь, что австрийский бизнес, который принимал участие в создании инфраструктуры, может смело заявить, что в России работать комфортно, выгодно, а самое главное – безопасно. На полях делового форума Вениамин Кондратьев провел ряд важных переговоров. Перспективы сотрудничества региона и европейской страны сегодня губернатор обсудил с вице-президентом Палаты экономики Австрии Рихардом Шенцем. С иностранным государством Кубань связывает давние дружеские отношения. На территории много точек соприкосновения. Сельское хозяйство, туризм и зеленые технологии. Но с каждым шагом сотрудничество необходимо укреплять. Мы хотели бы, чтобы товарооборот между Краснодарским краем и Австрией, конечно, рос. И сегодня он составляет около 26 миллионов долларов США. Это совсем не тот оборот, который мог бы быть между Краснодарским краем и Австрией. Поэтому, конечно, я бы хотел, чтобы мы сегодня обсудили потенциальные возможности дальнейшего сотрудничества во всех отраслях экономики. То есть бизнес, который должен для себя открыть Краснодарский край по-новому и прийти к каким-то совместным предприятиям и дальнейшим шагам. Безусловно, для этого, конечно, нужно нам, Краснодарскому краю, презентовать себя, бизнесу нашего региона. Мы должны быть активны с точки зрения демонстрации наших возможностей. И, безусловно, это тоже нам нужно сегодня проговорить. Где, на какой площадке, скорее всего, даже уже в Австрии мы могли бы показать потенциал Краснодарского края. В Палате экономики Австрии известен ваш регион. Мы бы предложили вам организовать презентацию Краснодарского края в нашей стране. Это позволит представить все преимущества Кубани для ведения бизнеса. Такие мероприятия у нас проводятся часто и успешно. Я принимаю ваше приглашение, господин шанс, и я думаю, что осенью мы с нашей бизнес-миссией, наших бизнесменов в Австрии сделаем презентацию потенциала Краснодарского края. Я уверен, что она придет на достойном уровне и вызовет интерес у австрийского бизнеса нашему региону. Российско-австрийский форум – это еще и площадка для обмена опытом. Так, последние десятилетия Австрии демонстрируют одни из самых высоких показателей в мире по сбору и переработке мусора. Поэтому неудивительно, что одно из направлений, которые сегодня краевые власти обсуждали с иностранными гостями, это вопросы экологии и системы обращения с отходами. Мы хотим взять все-таки акцент на мусоропереработку. Мы сейчас максимально изучаем этот вопрос, чтобы не захоранивать мусор, а уничтожать. Вот сегодня стратегическая наша задача. Мы можем в качестве пилотного проекта, конечно, рассмотреть более предметно варианты, которые вы приложите, и применить их непосредственно к нашему региону, либо к конкретной зоне, и посмотреть, что из этого выйдет. Но явно одного или двух заводов будет недостаточно. Это достаточно такая должна быть системная работа. То есть мы должны полностью сетью накрыть весь регион. У нас есть успешная практика совместной работы нескольких муниципалитетов в вопросах утилизации мусора. Уверен, этот опыт можно было бы применить и в Краснодарском крае. По итогу встречи губернатор поручил министерству ТЭК и ЖКХ детально проанализировать предложения от австрийской страны, касающиеся строительства современных мусорных полигонов. Утрасль обращения с отходами требует новых подходов. Форум двух стран хоть и рассчитан всего лишь на один день, но политологи и эксперты уверены, сочинский диалог положительно отразится на отношениях России и Евросоюза. Яна Бузычкина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Сочи. Продолжение следует...